Сотрудниками Управления экономической безопасности совместно с госавтоинспекторами МВД по Адыгеи на 6-м километре дороги Майкоп-Услабинск остановлен автомобиль под управлением 34-летнего жителя Краснодара. В машине были обнаружены табачные изделия без акцизных марок. Водитель перевозил указанную продукцию с целью дальнейшего сбыта. В автотранспорте оперативники насчитали более 21 тысячи пачек сигарет с 64 наименований. По результатам экспертизы установлено, что стоимость партии немаркированных табачных изделий составляет более 1 миллиона рублей. Следствием возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171 прим. 1 УК России. В ходе дальнейшей работы оперативниками УЭБ и ПК Республиканского МВД во взаимодействии со следователями в торговых учреждениях на территории трех муниципалитетов Адыгеи проведено более десятка обысков. Изъята документация, табачная продукция, флеш-карты, мобильные телефоны и другие материалы, имеющие доказательственное значение для расследования уголовного дела. В МВД по Республике Адыгея в 2019 году создана совместная рабочая группа, в состав которой вошли сотрудники Управления по вопросам миграции и Центра по противодействию экстремизму. Ее главная задача – выявление фактов заключения между иностранцами и гражданами России фиктивных браков для получения разрешений на временное проживание или приобретение гражданства нашей страны в упрощенном порядке. В июне этого года полицейскими установлено наличие признаков фиктивного брака, заключенного между гражданином одного из иностранных государств и жительницей России. Заявление поступило от иностранца летом 2018 года в миграционное подразделение в одном из субъектов России. В ходе проверки сотрудники региональной полиции выяснили, что супруги совместно не проживают, а данный брак является фиктивным. После этого были собраны необходимые материалы и переданы в надзорные органы. Вскоре Майкопский городской суд признал брак недействительным. Поскольку документы на приобретение гражданства иностранец подавал в другом субъекте России, соответствующие материалы направлены коллегам для принятия мер реагирования в соответствии с законодательством. В Адыге в рамках недели безопасности полицейские посвятили в пешеходы первоклассников. Детям напомнили о поведении на проезжей части и на практике показали, как не попасть в дорожные ловушки. Материал Вадима Гаркова. С целью недопущения дорожно-транспортных происшествий с участием детей, сотрудники полиции Адыге регулярно проводят профилактические мероприятия во всех общеобразовательных учреждениях республики. В рамках недели безопасности дорожного движения представители Республиканского управления ГИБДД и Госавтоинспекции Майкопа, подполковники полиции Алексей Чмурев и Виталий Загайко, а также работники лаборатории безопасности, провели акцию для учащихся первых классов лицея номер 34 города. В игровой форме ребята вместе с аниматорами вспомнили наиболее актуальные правила безопасности. Сотрудники полиции в доступной и интересной форме рассказали, для чего нужны знаки и какую информацию они передают водителям и пешеходам. Мы с начала учебного года посетили все образовательные учреждения, основной упор сделали на разъяснение основных правил дорожного движения, правил поведения пешеходов на улице, именно ученика младших классов, побеседовали со старшеклассниками. Далее состоялась церемония посвящения первоклассников в пешеходы. Мальчишки и девчонки дали клятву, пообещали быть внимательными на проезжей части и не нарушать правила дорожного движения. Переходить дорогу только на зеленый свет! Клянетесь? Под руководством педагогов и инспекторов ГИБДД на учебном перекрестке с электрическими светофорами и дорожными знаками ребята смогли попробовать себя в роли водителей и пешеходов. С помощью макета с элементами экипировки для велосипедистов детям рассказали о том, как сделать поездку на двухколесном транспорте более безопасной. На макетах участков уличной дорожной сети мальчишки и девчонки совместно с организаторами разобрали, как правильно себя вести в различных ситуациях на проезжей части. Также юным участникам движения рассказали и об оказании первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии. В завершении праздника юным майкопчанам вручили специальные тематические памятки, пожелали отличных оценок и безопасных дорог. Подобные мероприятия состоялись и в других учебных заведениях республики. Вадим Агарков, Беслан Хуаджуков и Анатолий Стрелец. Вести. Дежурная часть.